Здравствуйте, меня зовут Светлана Барахович. Я хочу вам сказать, что 27 октября 2014 года наши жители случайно обнаружили забор в парке, изведенные в огонечки. Естественно, обратились ко мне и в наш постсовет, который сказал, что предположение даже не имеет, что будет строиться. Вот. И 1 декабря я также сразу же попала на совещание, которое проходило у нас в Балашихе, и задала прямой вопрос главе города Жиркова. И спросила, скажите, пожалуйста, мы православные, вот там написано, была маленькая табличка такая, чуть больше, а 4, и было написано, строительство православной церкви. Я говорю, мы православные, как нам поступить, что нам делать? Вот. И Евгений Иванович, это есть в записи в интернете, он сказал, да вы что, я первый раз слышу, я вообще завтра идем, разберемся, все как бы уберем, мы ничего не знаем, ничего не давали, ничего. Ну и все. А потом выяснилось, кто инициатор данной стройки, инициатор, естественно, была соседка Нина Григорьевна Бронцалова, вот, потому что все соседи позвонили, у нас имеются телефоны, мы как бы достаточно дружно все живем. И вот с того момента все вот как бы закрутилось и понеслось. Ну и очень долго, ну, естественно, прежде чем куда-то обратиться, мы обратились в Патриархию, да, также и обратились в Патриархию Московской области, написали письмо. Мы новое получено на наши письма уже от 16 декабря, еще 2014 года, ответ с епархии отца Воскресенского, который благословляет нас на все наши, скажем, подвиги и дела. Вот, и также у нас есть и, она выложена в интернете, аудиозапись разговора с Саввоскресенским, что он нам рекомендовал обратиться, если нарушается наше право, то нам обратиться в суд. Вот, что вы, как понимаете, мы и сделали. Да, мы обратились сейчас с жителями в суд, сейчас вот идут суды, и вот как бы у нас есть представитель наш, и мы неоднократно вызывали телевидение, может быть, рассмотрели, и неоднократно заявляли, что мы сами готовы, и очень многие люди из нас, кто проживает и на первой просеке, и в сосновом в бару, и также на автоспортивной, являются меценатами. И являются меценатами почетными, то есть есть медали от Русско-Православной Церкви, также есть от Патриарха Алексия Награды, и есть официально подтвержденные документы. То есть мы встали против вот этого беззакония, которое творят вот местные люди на местном уровне, да, просто, скажем, ну, во-первых, сразу нас удивил выбор, да, потому что это все на газовой трубе, прямо распределительно щитка. Вы сами живете здесь, вы знаете, что около газовой трубы вам никто ничего не даст построить, даже крыльцо, понимаете? А тут вот прям вот эта напорная, скажем, станция, и прямо на этой трубе, и прямо, ну, то есть в 7 метрах от игровой формы, и в 7 метрах от этой напорной станции. То есть газовщики, они просто растворялись, когда мы их вызывали. То есть они просто растворялись по звонку электрики, то есть это подключено все с общего столба, незаконно висеть. Это все мы выкладывали, вызывали эти люди, и все есть факты. Поэтому я, как и юрист, хочу сказать также вам, что мы не против православия, да, мы не против религии, мы сами православные люди. Вот у каждого свое вероисповедание, но мы хотим только законности, потому что должен быть закон. То есть нельзя иметь двойные стандарты. Там, где двойные стандарты, будет всегда по-другому. Спасибо.